Да, ну что, привет. Привет, Виталик. Да, мы с тобой много всего поснимали для Ниони Кайма Корчика, вот, люди это оценили, людям понравилось, они просят еще, поэтому давай просто, может быть, сделай небольшой цикл видео, где поговорим о группах, в которых ты играл до этого. Ну, давай сделаем так. Вот, с какой группы мы начнем? Давай начнем с самой первая группа. В технологическом порядке, да? Да, группа «Послезавтра». Отлично, ну что, когда она образовалась, сколько просуществовало? Она образовалась весной 2004 года, просуществовала, получается, два года. Вот, у нас, я просто могу, ну, напутать даты, по-моему, последний в 2006 году был концерт, вот, но мы весной, как бы, меня друзья пригласили, Дима Першин, Андрей Финч, вот, Миша, Саек, искали гитариста и пригласили меня попробовать поиграть. Вот так вот я стал участником группы. Ну и, соответственно, что там успели по концертам, по релизам за эти два года? Всего мы сочинили семь, ну, у нас было всего семь песен, вот, за все эти два года. На самом деле, очень мало, вот, мы записали на студию очень качественно всего две песни, которые там попали на разные сборники, ну, например, по-моему, короче, какой-то питерский сборник такой, розовый, все дела. Ну, они все блядят. Капкановский, капкановский, потом. И еще попали на сборник, какой-то панковский сборник, который Серега Чуб из группы Смех выпустил, вот. Ну, еще, может, куда-то попали, вот. Но песни были записаны очень-очень качественно, можно сказать, на таком очень-очень высоком профессиональном уровне, поэтому все думали, что мы очень крутая какая-то нереальная группа. И, видимо, бюджет был большой вложен, да? Да. Ну, можно про это поговорить, если интересно, как были сделаны эти записи. Ну, давай, да. Мы выскребли, наверное, все бабло, которое только у нас и у наших родителей было, чтобы сделать эту запись. Плюс нас еще нагрели все звукачи, которые занимались записью, то есть это был не один звукач и не два звукача, как бы это было несколько. Мы писали всю запись, я не помню, как студия называлась, на которой мы делали запись. Мы искали по принципу студию, где там писали звезды, не звезды. На этой студии писалось, например, Савичева, на которой мы писались. А потом, когда мы сделали песни, их этот чувак свел, нам не очень понравилось, и нашу колесу Дима Першин начал искать, кто бы нам свел нормальный. И нашел чувака, который, типа, ну, по его словам, работал там с Кобзоном, с Пугачевой, с такими людьми. И они со своей командой начали рулить нам звука. И вот то, что вы слышите, это то, что нарулили они. На самом деле, вокруг этой записи, как сказать, можно сказать, много таких легенд и таких немного забытых вещей. Вот, ну, например, к слову сказать, те чуваки послушали, как мы списались и сказали, что, типа, бас нужно весь переписывать. Ну, а ты на тот момент сколько вот играл на гитаре уже? То есть, какой у вас был опыт? Ну, смотри, мы начали в 2005 году летом писать песни. То есть, это была твоя первая группа, а до этого ты как дома там играл или занимался? Да, да, я вот в 10 лет меня отправили в музыкалку заниматься. И где-то, ну, я в 15 лет закончил музыкалку. Мне подарили родители на день рождения электрогитару, мой вот этот синий эпифон, который можно увидеть на всех фотках, там, послезавтра, ну, мою гитару. И я начал, как бы, самоучка, на ней учиться. Ходил к своему преподу по гитаре, чтобы он меня, типа, на электро научил играть. Но у него тоже по электрогитаре такие были представления, как бы, весьма... Ну, как бы, мне кажется, он не особо владел электрогитарой, вот, в таком понимании, как это нужно, чтобы играть, вот, в панк-группе. Вот такой вот нормальной рок-группе. То есть, получается, я практически был самоучкой. Серьезно заниматься гитарой я начал, на самом деле, уже после группы, послезавтра. До этого это был весь, ну, как бы, опыт такой полученный просто от занятий дома, там, от общения с друзьями-музыкантами. Ну, вот, как-то так. Видеошкол тогда особо не было. То есть, я их искал, но YouTube, например, только 9 минут максимуму еще тогда видео были на YouTube, там не было видеошкол. Всему приходилось самому как-то на слух подбирать, учиться, там, у друзей-музыкантов что-то спрашиваешь, какие-то фишки. Ну, вот так вот, снимать что-то. Окей, и если, соответственно, вернуться к послезавтра, то есть, им не понравились сессии, да, записанные вами? Да. Вот, например, барабаны, знаешь, как мы писали? Барабаны писали так. Сначала барабанщик сыграл бочку с малым, потом сверху сыграл железо. Вот, не то, что он плохо играл, мне кажется, он играл на уровне вот многих групп, которые здесь выступают. Ну, просто этого было недостаточно, чтобы сделать настоящую крутую запись. Вот. Ну, тоже прикол еще какой хотел сказать. Играли мы тогда все без метронома. То есть, как у нас будет настроение, так мы играем. Вот у нас настроение такое бодрое, мы играем быстро песни. Кто-то спать хочет, ну, все играют криво. Вот. Я, кстати, не удивлюсь. Я не хочу сказать, что я там круто как-то играл. Мне, например, Дима Першин настраивал звук гитары. Он считал, что я в звуке гитары не разбираюсь, я действительно не особо разбирался. А он тогда уже до этого играл в нескольких группах. Например, у него была группа Твое, группа Dusty Box, вот. Которая тоже потом, я не помню, по-моему, она по-другому как-то потом уже называлась. Тоже классная группа. Вот. Ну, такая поп-панк группа, но на вкус и цвет, короче. Вот. И с которой он потом ушел, вот, чтобы сделать, вот, послезавтра. Вот, Dusty Box твое. И у него был больше опыт именно звук нарулить. Но играл он чуть похуже меня, там, по фишкам каким-то. Вот. И я не удивлюсь, что и мою гитару тоже чуваки переписали, но мне... Или об этом не сказали. Типа, Дима Бис, да, там, не сказал, вот, утекла информация, что бас переписали за Андрея Фитча. Вот. И он тогда так сильно обиделся, что мы ему не сказали и так далее. Вот. А может, из-за меня гитару переписали? Вот. Я, кстати, не удивлюсь. Вот. Вот такая, ну, а то, что его тюнили там, это, как бы, вообще не оговаривается. Ну, мне кажется, в этом ничего криминального нет. То есть была задача сделать качественные записи, вы их сделали. Да, записи были очень крутые. То есть, и мне кажется, знаешь, вот такой совет, может быть, для некоторых начинающих групп, вложиться в две какие-нибудь или в несколько песен очень круто. И сделать их, ну, на крутом-крутом уровне. Тогда вот люди, которые будут на вас приходить, они будут думать, что вы очень-очень крутая группа, а не какая-то начинающая. Потому что изначально мы хотели записать все наши песни и сделать такой, типа, альбом, там, ЕП, я не знаю. Вот. И мы даже начали писать где-то на ВДНХ. Была студия, мы у чувака записали все барабаны. Но потом я заболел, потом еще, еще что-то наложилось. И мы даже не приехали за этими барабанными сессиями и вот записали вот эти две песни. Вот. Потом, после этого всего, мы решили еще песен записать. Записали, значит, на студии еще две самые последние песни. Это ударяю. И еще какая-то песня у нас была. Сердце. Не, 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 не. На самом деле, если вбить по сезону ВКонтакте, то можно найти там не четыре, а больше песен. Да. Вот можно все семь песен найти, ну, которые мы записали на двух репбазах. Одна, тридцать первый калибр, а вторая база, я не помню, как она называлась. Это была репбаза, репточка, где репали группа Майо, наши друзья. Вот. И они тоже там, звукаш, делал такую запись, ну, как бы он сказал, типа, чуваки, если решите, скажите мне там за полчаса, я до вас всю аппаратуру настрою, вы придете и запишем все репб. Ну, вот так вот мы записали на двух базах, порезали, и что-то утекло в сеть. Мы отправляли нашим друзьям, и когда Контакт появился, тогда, когда была группа «Послезавтра», еще ВКонтакте не было. Была вот «Living Journal», там и «Корума». Контакт в 2007-2008 появился. Да, да. И уже какие-то записи от кого-то там попали в «Контакт». То есть мы даже сами не заливали. Тогда, когда появился «Контакт», уже давно этой группы «Послезавтра» не было, и мы как бы особо с друг другом уже не общались, как музыканты. И у нас были другие группы, которые мы хотели продвигать, как бы свои, а «Послезавтра», ну, мы уже не занимались, просто была группа и была, ну, типа, да и хрен с ней. Ну, вот какое-то такое отношение тогда было. Вот. Ну, и хотел сказать, мы записали две песни, и вот группа распалась, и мы тоже забили на сессии, а «Звукач» удалил, а потом эта студия еще и сгорела. Вот такая вот фишка вообще все оборвать уже масло. Да, да. Мы приехали на студию, а студия сгорела. Вот. Кстати, если хотите узнать, что это за студией, как она примерно выглядела, вот была группа «Дежавю», у нее есть лайв, три песни в акустике, и как раз видео было снято на той студии. Мы на той студии репали, на той студии еще репали пять диезов. Ну что, может быть, тогда поговорим о концертах. Концертов много успели поиграть за эти два года? Концертов? Ну, на всех концертах наших друзей. Ну, мы как бы играли на концертах друзей. У нас сольников не было, естественно, с такой короткой программой. Вот. Из тех концертов, которые мы могли запомнить больше всего, это, наверное, поездка в Питер наша. Мы в самый первый раз, многие участники нашей группы были в Питере. Например, Дима Першин, я, по-моему, Андрей... А, Андрей Финч, до этого один раз, по-моему, в Питере был. Семь мы в Питере играли? Вот я не помню, честно. Вот так вообще, какая обойма? «Сачи за битфолдей» были, вот я точно помню. Еще какие-то группы были. Или, по-моему, там-там, по-моему, еще группа, которая, по-моему, «Океан моей надежды». А может, она и не была, я не помню. Ну, с послезавтра мы один раз, все, куда-то выезжали, и это был Питер. А в Москве какие были концерты? Ну, в Москве мы играли в основном, это вот, в клубе «Водсток», вот эти все концерты. Ну, и там много всяких, 31-й калибр, клуб «Плеханов». Вот, и концерты были, ну, вот эти, типа эмо-концерты. Но с нашими группами друзей, это, то есть, «Дежавю», «Мои любимые игры», «Мечты сбываются», «200 по встречной». Ну, в основном, вот эти вот команды с нами играли. Ну, там, «Сакура», еще «Олдван», тогда еще. «Улыбай стреляет», да? «Улыбай стреляет» — это пупанк-группа, но было пару концертов. Было пару концертов с этой группой. Давай, может, что-нибудь о распаде, соответственно, два года, вот, за эти два года были записи, были концерты, и как все закончилось? Да, закончилось, ну, в группе были небольшие проблемы. Проблемы были связаны с, ну, взаимоотношениями нашими, внутри коллектива. Все-таки это первая группа была, и мы очень к ней серьезно все относились, очень, как бы, каждый тянул на себя одеяло. Я там хотел вот такой играть, барабанщик хотел другой играть, вокалист третья, басист четвертая, вот. И вот на почве вот этого вот всего мы не могли сочинить новые песни. Я что-нибудь приносил, они говорили, это «Совок», это «Кал». Вот, Андрей что-нибудь приносил, там, ну, бис, например, упирался, он говорил, нет, это никуда не годится. Бис что-нибудь приносил, мы там все ржали, о, там, тексты какие. Ну, Миха там тоже что-нибудь говорил, давайте то сделаем. Ну, мы тоже такие, нет, нет, чувак. Вот, и вот так вот все шло очень трудно. Вот процесс сочинения песен очень-очень трудно шел, то есть, и это была, на самом деле, мука. То есть, мы понимали, что что-то мы делаем крутое, но у нас ничего нового не получилось сделать. Вот, а группа распалась из-за того, что, наверное, я ушел. Но это, на самом деле, это плохо, может быть, надо было этот кризис какой-то пережить, нам более сплотиться и бить в одну точку. Ну, мне кажется, для любой группы самый лучший вариант – это держаться все друг друга вместе, вот, например, как Майя группа держалась, и бить в одну точку, быть друзьями до конца. Они поступают, как я, типа, начинать там решить, там, нужно там по блазу работать, уйти там поиграть, стать сессионщиком, не сессионщиком, там, с этой группой мне лучше, уйти в другую. Нужно, как бы, держаться друг друга вместе и бить в одну точку, быть друзьями до конца. А вот я был говнюком, и у меня это не получилось. И я, как бы, можно сказать, чуваков кинул, пошел к ребятам из Old One, с которыми мы сделали Мона Лизу. Тогда у них кап сыграл. Ну, там, собственно, и Першин же тоже был в Мона Лизе. Он потом присоединился с Мона Лизе. История, наверное, уже забегая. Следующий выпуск, ну, такой, можно сказать, в этом выпуске будет такой небольшой кусочек. Да, небольшой кусочек, затравка, как бы, на следующий. Вот, как я пришел в Мона Лизу? Очень талантливый гитарист, Дима Old One, Капеть, Дима Капети, пригласил меня попробовать с Old One поиграть. И для меня Old One была, ну, это такая, можно сказать, мазефака какой-то кал. Ну, я не любил вот эти группы типа Soulfly. Ну, мне казалось, что она, ну, мазефакерская, но она все-таки не софлай. То есть в ней что-то было такое мелодичное. Они играли, они играли каверы, и тогда у них музыка была очень жесткая. Но, как музыканты, они были наголо у нас выше. Там, да, и там был капс на вокале, да, ты сказал? Да, был капс на вокале. Они как музыканты были наголо у нас выше. То, что Димон на концертах вытворил тогда, вот Old One, это было вообще что-то. То есть вот сток, чувак просто распихивает всех ногами. Такой, получается, вокруг него циркл пита, он стоит в середине с гитарой, играет, при этом мошится и играет. Все очень четко, очень ровно, он очень крутой ритм-гитарист. И я к ним съездил на репу, и он говорит, вот мы подумали вот там вот эту, попробовать эмо-немо-тему, сыграть, а ну-ка попробуй с нами сыграй. И знаешь, как получилось? Я пришел к ним на репу, и просто ничего никто никому не говорил. Мы просто, они начали играть песню, а я просто в ней чуть-чуть импровизировать. И они сказали, чувак, ты нам подходишь. И мне так понравилось то, что мы делали, потому что это раскладки на две гитары, там переборы, там уже начался такой кайф, капс так круто пел. Вот, потом я решил все-таки с ними не играть, я не помню уже по какой причине, об этом вы узнаете в следующей серии. Да, ну ладно. Вот, а по поводу послезавтра, то есть у вас были там разногласия по поводу, какую музыку играть, но какие-то были у вас точки соприкосновения, то есть какие-то ориентиры музыкальные у вас все-таки были, что вам всем нравилось? А, всем нравилось? Ну, нам стандартные группы нравились, тогда, которые мы слушали, типа, Taking Back Sunday, там, тогда все очень сильно, знаешь, тащились от группы Sousin, вот я помню, вот это для нас группа ориентир был, но мы не могли так, ну, например, в одну гитару так сложно было играть. Вот, потом Senses Fail, там, Silverstein, там, ну, пожестче группы тоже любили, типа, Kill Switch and Gage, там, ну, какие-то такие вот, оттуда какие-то фишки брали, вот, но все началось распад, можно сказать, для меня лично началось с того, когда Андрей мне предложил, мы тогда побывали на вот этой вот группе O'Kan My Надежда, и он говорит, вот нужно так играть, а для меня эта группа, ну, не ориентир была, ну, далеко, для меня все-таки ориентир были вот группы, типа, Take Back Sunday, но никакая группа русская, типа, O'Kan My Надежда, и мне O'Kan My Надежда, например, тексты не нравились, там, ну, и так по мелочам, для меня это такой какой-то полурусский рок был все-таки, ну, как бы, не тема, на которую стоит ориентироваться. Про послезавтра, ну, можно сказать, вот, отметить, там, например, нашу акустическую программу, мне очень прикал, как мы ее сделали, очень сильно заморачивались, были очень классные концерты. Где тебя таскали на стуле по залу? Да, было пару концертов, к которым мы очень серьезно подошли, вот. И еще про послезавтра хочу сказать, я немного сейчас осваиваю звукозапись, но так, чисто пока не получается круто, вот, но как у меня только получится, я уже с чуваками так, ну, контакт немного держу, и у меня есть в планах, короче, переписать все послезавтра песни в качестве акустического программу и нашу, и вот эти семь песен круто очень записать, ну, так, на уровне, ну, как бы, такого домашнего максимума, вот, и выложить в сеть. Там, я вот очень сейчас сообщаю, я социально... Писать все инструменты, или все-таки ребята будут участвовать в записи? Вот это, вот это я не могу сказать, но, скорее всего, гитару-то я сам запишу, вот. Я со всеми участниками общаюсь, ну, так немного, единственное, об этом не говорил еще с нашим барабанщиком, вот. С Андреем, басистом, общаюсь, поддерживаю. Он, кстати, сейчас занимается каким-то рок-порталом, который, которым там для всяких инди-групп конкурсы происходят. Ну, типа, можно выслать демки, там, а, Туберк Грин, что ли, по-моему, или там Рэдбулл, я не помню, короче, какая-то вот такая тема, да. Кстати, можете тоже ему песни, там какие-то призы разыгрываются, он мне постоянно говорит, чувак, присылай стоп-снято, присылай стоп-снято, а мне что-то так впадло, с Димой Першиным, он сейчас фотомодельными всякими делами занимается, там тоже поигрывает в группах, я написал с ним, держу связь, короче, и он тоже не против, и мы с ним и хотим тоже что-нибудь вместе попробовать посочинять, сделать, вот. Ну, как бы так, мы все общаемся, на самом деле. Ну, было бы круто, было бы круто. А новопись послезавтра, вот мы тоже, хочу сказать, к слову, есть фотки, может быть, там вставишь по приколу даже в этот выпуск, я тебе найду ее. Мы собрались пару лет назад попробовать репнуть, ну, и что, ну, я как бы все песни разобрал, мы все песни вспомнили, и все песни сыграли вместе. Ну, и что сказать, как бы кто-то давно не играл на инструментах, и все повзрослели, и как бы мы потом ехали в машине нашего басиста и говорили на тему, а может собраться, поиграть. Мне вот лично концерт типа Реуниона, мне он неинтересен, на один раз собраться, все отрепать. Потому что для меня это затрата каких-то сил там и так далее. И мне не очень прикалывает вот впустую ради одного концерта ездить на репы там, разбирать все эти партии, вот. А ребятам впадло как бы дальше что-то продолжать. И они говорят, ну, было бы прикольно, может быть, продолжить, но в каком формате, то есть все, можно сказать, выросли из этой музыки, я-то не против это поиграть. Вот, ну, например, Дима Бист, он себя не представляет в этом музле. Ну, как бы он хочет, он считает его перспективным. Поэтому мы видели, видели не так давно, как он записал видео, как он играет в акустике одной из песен. Ну, он так играет, но он играет в акустике, а задумывает все это там с биточками, все модно, Джастин Тимберлейк, там все дела, но как бы вот больше в какой-то такой теме, больше там вот поздняя Монолиза какие-то более самые поздние, такие попсовые треки. Вот барабанщик наш, он как бы с электронной музыкой связан, у него там какие-то есть замутки, а он говорит, о, можно было бы что-нибудь такое электронное. Ну, а если я вот такой музыки вообще не представляю, куда я там с гитарой, что я там буду, фанковые темы играть под минуса, ну, я этого не представляю. А басист, у него особо времени нет, он может так по приколу один раз там репать в месяц там, но мне кажется, это не серьезно, и группа ни о чем, мне приколы тут по-серьезски, нужно заниматься, чтобы я мог что-то, о чем-то мечтать, чтобы я мог как бы что-то планировать, чтобы я мог на чуваков рассчитывать там, ну, и они на меня. А вот так вот по приколу не хочется время тратить. Ну что, тогда в следующей нашей встрече мы поговорим о Монолизе, да, это получается? Да, я расскажу что-нибудь, вспомню, о Монолизе у нас было больше концертов и каких-то других приколов, вот, да, послезавтра я уже много чего забыл, может, что вспомню и расскажу. Ну да, можно добавить будет. Все, спасибо. Давай. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok